Патриотическое мероприятие В Карачаево-Черкесии был организован спортивно-интеллектуальный турнир. Подробности в выпуске. В Карачаевске проходила акция «Дарение книг. Подари книгу библиотеки». Также в свеже отремонтированном здании будут проводить различные мероприятия. Патриотическое мероприятие Патриотическое мероприятие прошло в шестой школе Карачаевска. К этому дню ученики и учителя готовились с особым усердием. Вместе с ними патриотизмом прониклась и Фатима Даурова. Праздник начался торжественным митингом на Аллее Героев в центре Карачаевска. Представители администрации, районного отдела образования, сотрудники и ветераны Управления Росгвардии России по Карачаево-Черкесии пришли сюда, чтобы выразить почтение солдатам Отечественной войны, защитникам Родины. Красная гвоздика – символ мужества, верности, пролитой крови. Цветок солдата-победителя олеет в руках взрослых и учеников шестой школы Карачаевска, готовых к возложению к памятникам героев как дань памяти, проявлению уважения и признания храбрости. Здесь, стоя лицом к лицу к солдатам, у каждого из присутствующих мысли об их проявленном героизме особенно волнующи. Герой – это кто не боялся рисковать своей жизнью, чтобы спасти, например, человека, мог сам умереть, но спасти товарища. Вот это я называю героем. Я чувствую патриотизм и что эти люди защищали нашу страну, несмотря на то, что могли умереть в любой момент. Время помнить и все время нужно делать такие мероприятия и вспоминать их. Находясь здесь, я чувствую великую гордость за своих предков, за их подвиг. И, конечно, росгвардеец Богатрев Керемняминович готов повторить их подвиг, подвиг наших предков-героев для защиты великой, могучей, доброй России. Шестая школа Карачаевска гордо носит имя Героя России Дугербия Танаевича Узденова. Патриотическому воспитанию учеников уделяется особое внимание преподавательского состава. Сотрудники Управления Росгвардии России по республике – частые гости на различных мероприятиях в этой школе. Они – живой пример благородства, мужества, воинской доблести. Дети не хотят их отпускать. И очень часто они отпрашиваются, говорят, мы к вам еще вернемся, мы с вами поговорим, мы с вами пообщаемся, мы вас пригласим к себе. Вот, например, росгвардейцы нас пригласили к себе, видя интерес, живой интерес детей. Они примеряют их форму, спрашивают о том, насколько сложна их служба, как они отдыхают, как государство заботится о них, какие у них перспективы по службе. То есть очень заинтересованы, это просто надо видеть, словами это не расскажешь, насколько у них горят глаза. Каждый хочет сфотографироваться с этим человеком, близко постоять, задать свои вопросы. На импровизированном солдатском привале вкусно дымилась каша. Там никакого секрета нет, в принципе. Обычная каша гречневая с мясом. Это вот солдатские порции. Около развернутого госпиталя артисты давали концерт уставшим бойцам. Маленькие артисты успешно вжились в свою роль. Вкусный обед прямо на земле с ними разделил начальник отдела вневедомственной охраны Карачаевска, управления Росгвардии России по Карачаево-Черкесии Керим Богатырев. И как вам на вкус солдатская каша? Великолепный вкус. Великолепный. С такой кашей, конечно, нашим победили немецких фашистов. Все гости с удовольствием пообедали на свежем воздухе и отправились на дальнейшую школьную экскурсию по военной истории. Им был представлен бессмертный полк. В руках ребят фотографии прадедов, прабабушек, своих земляков, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Так проявляется преемственность поколений и живая память о героях. Фатима Даурова, Мухаммед Дашибоков, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск. Министерством по делам молодежи Карачаева-Черкесии был организован спортивно-интеллектуальный турнир VR-Зарница. За игрой следил Харчай Беджиев. Спорт плюс интеллект. Студенты вузов Карачаева-Черкесии приняли участие в спортивно-интеллектуальном соревновании. Около 10 команд поборолись за звание самых эрудированных и спортивных. Для того, чтобы победить, здесь недостаточно быть ловким и метким. Нужно быть подкованным в истории военных побед России. Мероприятие объединило, так скажем, всю активную молодежь нашей республики. И в основном с локомотивных, так скажем, образовательных учреждений. Мы решили скомбинировать Зарницу, но в современном формате, то есть в виртуальной реальности. Ну и также не забывать и не упускать возможность, чтобы для студентов, для молодежи дополнительно проводить турниры по интеллектуальной игре. Специально разработанный формат военно-патриотической игры представляет состязание двух команд по четыре человека, в числе которых представлены как парни, так и девушки. Мы подготовились, мы очень хорошо готовились, поэтому я думаю, что мы займем призовые места. Что академия, что колледж. Здесь представлены вопросы из разных сфер, на самом-то деле. И морского флота, и сухопутных войск, и воздушных войск. Оно направлено на то, чтобы молодые ребята, молодежь и студенчество развивало свои знания в тех или иных аспектах. В первую очередь о своей республике и, в принципе, о своей стране. Наверное, самое главное то, что мы получаем какие-то знания, демонстрируем свои знания, слышим и слушаем мнения других людей. Ну и очень приятно проводим время. Конечно, думаем, что выиграем. В прошлый раз наша команда заняла первое место, и в этот раз думаю, что выиграем. Но мы как Цезарь пришел, видел, победил. Турнир состоит из двух частей. В первой участникам предстояла состязация в интеллектуальном сражении. Во втором – состязание по авиар-арене, проверка их физической подготовки. Вторая часть турнира была более подвижной. Студенты показали все свое мастерство в умении играть командой. Все участники были награждены сертификатами за активную игру. Само же мероприятие прошло с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Карча Биджиев, Ислам Урумов. Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Карачаевске в течение дня. В Карачаевске в течение целой недели в Центральной городской библиотеке имени Суинчева Азамата проходила акция «Дарение книг. Подари книгу библиотеки», организованной жителями города. Также совсем скоро читальный зал библиотеки будет полностью отремонтирован, что позволит проводить различные мероприятия в более комфортных условиях. В акции «Дарение книг» принял участие и наш корреспондент Алихан Лепшоков. В течение недели жители Карачаевска активно дарили свои книги. Председатель Совета ветеранов Карачаевского городского округа Ракай Алиев также преподнес подарок. Отрадно видит, что сегодня чтение книг также любимо многими. И главная задача – поддерживать нашу родную библиотеку и активно принимать участие в подобных мероприятиях, отметил Ракай Мухтарович. Я с удовольствием пришел, передаю им книгу о участниках Великой Отечественной войны всех районов городов Карачаево-Черкесии, посвященных 75-летию. И про героев наших, 28 героев Советского Союза России. Также итоги конференции, региональной конференции, проведенной Карачаево-Черкесским государством и университетом имени Умаргашу Ильича Алиева, посвященной родным языкам и одному языку. Совсем скоро в читальном зале Центральной библиотеки Карачаевска будет проводиться ремонт. Наша библиотека будет комфортным местом для проведения различных тематических конкурсов и мероприятий, отмечают работники. В эти книги к нам приходят читатели, дарят книги, которые они уже прочитали, интересные, библиотека постоянно пополняется. Это для нас была очень хорошая новость, мы все очень рады. Хочется встречать гостей в красивой библиотеке, чтобы и людям было приятно, и нам тоже будет приятно. Очень спасибо администрации нашей, что вот так решили в этом году сделать нам ремонт. Библиотека проводит огромную просветительскую работу. Жители Карачаевска активно посещают нас, а уже после обновления мы сможем проводить уже более масштабные праздники и привлекать людей к чтению, отмечают библиографы. Алихан Лепшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Если вы любитель зимних видов спорта, то у нас несколько причин посетить знаменитый курорт Дамбай. Это наличие разнообразных трасс с живописными видами, подходящих для лыжников в разных уровнях подготовленности. Развитая инфраструктура, в поселке есть жилье для любого кошелька, многочисленные кафе со вкусными кавказскими блюдами. Поселок небольшой по размеру, поэтому здесь легко добраться до всех локаций пешком. В зимнее время туристам доступны разнообразные развлечения. Катание на снегоходах, горных лыжах, сноуборде, отдых в бане. Проведение мероприятий общероссийского и международного масштаба по парапланиризму, горнолыжному спорту, альпинизму, фристайлу. О впечатлениях гостей и о нашем традиционном опросе. Как вам Дамбай? Великолепно, очень красиво. Сравниваем Сочи с Подмосковьем, с Ленобластью. Конечно, великолепные виды, очень красиво. А куда вы приехали? Из Петербурга. Мы из Краснодара, Питер. А вам? Супер, понравилось. А что особенно нравится? Нравятся виды больше всего. Не встретишь такого больше. В Сочи тоже есть, но оно все дальше, а здесь как будто прямо в гору въезжаешь. А люди какие? А люди здесь. Поддерживаю предыдущего оратора. Скажу, что люди очень хорошие, гостеприимные, отзывчивые. Все нравится. А еда как? Ну, мы недалеко живем. Кушаем также баранина. Так что у нас все хорошо с этим. Из Москвы, Алексей. А скажите, пожалуйста, как вам Дамбай? Дамбай? В принципе, неплохо. Первый день открыли эту верхушечку. Нравится? Я думаю, еще вернемся. А вам? Дамбай классно. Десять лет назад здесь был, вот вернулся, решил повторить. Все нравится, все классно. А особенно, что нравится? Природа. Самая лучшая природа из тех, что я видел. Мой город. А откуда? Ижевск. Мне нравятся крутые склоны. Можно развить довольно быструю скорость. Местная кухня вообще супер, бомба. Прям очень вкусно. Здесь, конечно, везде красиво. Больно падать, но красиво. Это того стоит. А что из еды понравилось? Местные, которые здесь блюда есть, там с мясом, что-то связано с картофелем. Ох, и чин с мясом, это прям вообще обожаю. Прям мою любимую, наверное. Вообще, все нравится, супер. Только погода один день хорошая, а все остальное не очень было. Ну, особенно здесь нравится. И еда вкусная. И еда вкусная, и компания у нас хорошая. Все очень нравится, все классно. Очень красивый вид, мы поднялись вот туда, там вообще вид обалденный. Дух захватывает. Собственно, зачем ехали, то и получили. А вы откуда приехали? В Москва. Вика. Александр. Мы из Санкт-Петербурга. Первый раз здесь. И как вам Донбай? Очень круто, очень круто. Очень впечатляет, просто прекрасно, завораживает вид. Тепло приняли здесь очень. А что особенно вам понравилось? Ну, горы, конечно, вид такой, замечательный. Вот, проводим здесь вместе отпуск. А будете еще возвращаться сюда? Да, мы хотим еще летом попробовать здесь побывать. На разные экскурсии попасть. На этом субботний выпуск Вестей подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова